Вернемся к поездке президента в Григориополь. Сегодня Вадим Красносельский встречался с местными депутатами. Полтора часа диалога. Говорили о зарплатах, переработке мусора и проблемах сел. Воспитатели, учителя, врачи с нового года зарплаты выше больше и пенсии. Это не предел, говорит президент. С 1 января мы повысили на 12% заработной платы, вы это знаете, пенсии повысили на 5%. Но как мы определяли с депутатами Верховного совета, мы должны иметь определенную передушку после первого повышения. И вот со второго полугодия будем рассматривать планы, серьезные планы по повышению дальнейшего. Григориопольские депутаты говорили, есть проблемы с бродячими животными, их все больше, собаки собираются в стаи, на улицах небезопасно. Что делать? Кроме как центр для соответствующих собачек, и его надо строить, больше ничего не придумаешь. Потому что все, что предлагается, например, просто физически уничтожать, как вопрос, но это тоже не совсем может быть гуманным. В Приднестровье построят центр для содержания бездомных собак. В этом году из бюджета выделили миллион рублей. С общественниками проведут встречи, определят место размещения центра. Еще один вопрос. Полигон ТБО в Малаештах, он переполнен. При первом же ветре у нас вся ветушка взяла в пакетах мусор. Единственное решение – создание завода по переработке мусора, такой хотят построить в Тирасполе. Мощности хватит, чтобы охватить и Григориопольский район. Сейчас специалисты госадминистрации Бендер, они поехали в Беларусь осваивать опыт именно белорусов. А перед этим работники Олега Анатольевича, то есть госадминистрации города Тирасполе, ездили в Прибалтику. Тоже изучали технологии по утилизации этого мусора. Говорили и о проблемах бизнеса. Граница с Украиной год как закрыта, все товары едут в Приднестровье через Молдову. А это проблемы. На молдавской таможне задерживают наши фуры с продуктами и лекарствами. Ухудшились условия для бизнеса, нарушена логистика. Сами вы знаете, как трудно выехать сейчас с территории Приднестровья. Это так физическому лицу. А представьте, как доставлять товары в Приднестровье, юридическим лицам торговать, заниматься экспортными и импортными операциями и так далее. Еще проблема. Дороги в районе нужен ремонт. Поручение президента меньше асфальта, больше бетона и плитки. Это и качественнее, и дешевле. Еще в селах Григорьевского района решат вопрос с водой. В сезон насосы не выдерживают, аграрии поливают питьевой водой. В прошлом году из строя вышли шесть агрегатов. Сельские жители остаются без воды для бытовых нужд. Депутаты предложили решение. Отдельный водопровод для полива. Можно использовать Днестровскую воду. Вопрос отдельно обсудят на совещании.